всем привет это канал i like pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем какая собака подойдет семье с ребенком собака дарит ребенку чувство уверенности в себе поскольку всегда готова встать на его защиту то что пес исполняет команды маленького хозяина повышает его самооценку давно замечено что дети имеющие таких надежных друзей часто общительнее своих сверстников поэтому если ребенок просит у вас собаку стоит прислушаться к его желанию прежде чем заводить собаку ребенку и определиться с ее породой нужно посоветоваться со всеми членами семьи чтобы не нарушить их интересы пес не должен создавать дискомфорт в доме бабушки или дедушки может не понравится слишком резвый или чересчур крупный домашний питомец который способен сбить с ног а мама возможно будет нервировать постоянная уборка клубов шерсти характерных следов пребывания в доме длинношерстной собаки весьма распространено мнение о том что лучшие собаки для детей соразмерно маленькие но это не так не каждая маленькая порода характеризуется хорошим характером а многие песики сами претендуют на роль любимого чада в семье видя в ребенке своего конкурента у многих маленьких собачек плохой иммунитет и забота об их здоровье ложится на плечи взрослых пленов семьи большие собаки отличные компаньоны этим собакам действительно не откажешь в любви к детям однако она имеет покровительственный характер выбор собак в категории средних наиболее широк среди средняков очень много псов любящих детей и готовых стать им настоящим товарищем существуют определенные породы собак которые категорически нельзя рассматривать при выборе друга для ребенка например собаки бойцовских пород учтите также что любая собака уже выдрессированная в качестве сторожевой милым другом для ребенка не станет никогда взаимоотношения между собакой и ребенком складываются по-разному это зависит от многих обстоятельств и в том числе от возраста обоих нужно понимать что своим хозяином собака считает именно того члена семьи который занимается ее воспитанием и дрессировкой собаку ребенок может выгуливать самостоятельно только если способен удержать ее на поводке ответственность за безопасность детей безусловно лежит на родителях поэтому дуэт собаки и ребенка в той или иной мере всегда должен находиться под их контролем о других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте подписывайтесь читайте и смотрите нас мы представлены в соцсетях подписывайтесь на наш канал